Приветствую дорогие коллеги дорогие любители цветов сегодня в оранжерейке не солнечно и вот решила поделиться информацией которую нашла в интернете не у всех есть время заглядывать в интернет и узнавать о тех наших любимых растениях которые находятся у нас в домах и если вы заглядывали на мой канал то конечно видели что цветов у меня довольно много а как я их приобретаю только если нравится мне это растение и мне его очень хочется купить бывает так что мне хотят подарить какое-то растение но я сразу отвечаю что нет не надо у меня это растение жить не будет с этим растение у меня не получается симбиоза и вот немного о некоторых растениях которые растут в наших домах наших квартирах алоэ растущие в доме алоэ не только поможет вам своими листиками при лечении насморка герпеса и других болячек но и защитит от плохой энергетики недобрых людей это очень важно алоэ мне кажется должен быть на каждом подоконнике бегония ах какое разнообразие бегоний и в прошлом году получилось так что очень много моих бегоний пропало бегония находящаяся в поле зрения стимулирует быстроту мышления и сообразительность если в вашей семье нередко возникают споры что называется на пустом месте заведите непрерывно цветущую бегонию она складит противоречия и конфликты герань как же я люблю герань пеларгонию за ее цветение за ее эфирные масла которые она выделяет и эти масла способны снимать стресс устранять бессонницу лечить неврозу улучшать обмен веществ предупреждать заболевания дыхательных органов но есть пахучая герань а есть ампельная которая абсолютно не имеет запаха рекомендуется это растение тем кто хочет закалить характер топиться личного успеха но не все любят аромат герани но также как и другие ароматические масла не все нам подходят love вот у меня лавр почему-то не хочет расти и хорошо может вылечить бессонницу и легкую депрессию поэтому нужно чаще наклоняться к цветку и дыхать полной грудью но если не получается вырастить лавр просто купить пакетик с лавровыми листьями и разложить его везде где вы чаще бываете прикоснитесь и подышите действительно аромат бодрящий очень приятный золотой ус или домашний женьшень или китайский ус не только дезинфицируют и залечивает раны это растение мощный энергетический донор посмотрите на него в течение 30 секунд и ваши дела однозначно пойдут в гору у меня китайского уса много поэтому если живете в кишиневе с удовольствием поделюсь вам же хочется чтобы у вас все было замечательно кактусы способны впитывать себя плохую энергетику и часто ставят возле компьютеров но это не так плохую энергетику которые могут принести другие люди конечно замечательно питает себя толстянка или денежное дерево привлекает в дом благополучия но заметьте я этого никогда не знала что утром уходя на работу надо подержать за листик толстянку и тогда в карманах не будет пусто это важно фикус источник семейной гармонии всеобщего взаимопонимания чтобы в доме всегда было согласие поставьте его на кухне у некоторых на кухне оно так и стоит нуждаетесь в налаживании отношений супругом поместите фикус в спальне а если давно мечтаете о детках нужно почаще пересаживать этот цветок из горшка в горшок еще больше но сразу же предупрежу только если растение того требует иначе его можно загубить восхитительные орхидеи также имеют дурную славу часто них упоминают как о похитителях энергии не рекомендуется выращивать их дома особенно в спальне или комнате где проживают дети другой стороны люди энергетические вампиры а также любители склок и сплетен прекрасно уживаются с этими цветами я думаю что это не так но у меня орхидеи не хотели жить фиалки успокоят слишком эмоциональных людей папоротники пальмы способствуют налаживанию дружеских отношений если хотите прийти к консенсусу с человеком которым давно не удавалось договориться посадите его так чтобы в поле зрения всегда находилась юка или нефролепис как я обожаю драцены юки и замечательные папоротники кротон просто необходим в доме где есть подростки придаст уверенность в себе и убережет от плохого влияния уличных компаний калла помогает найти общий язык супругам служит оберегом семейного счастья тем более сейчас появилось очень много разновидностей калл калланхой защищает от апатии противостоит душевному разладу и не дает унынию владеть человеком этот цветок рекомендуется дарить людям попавшим в тяжелые жизненные ситуации вот это важно у меня несколько разновидностей калланхой особенно сейчас когда они цветут очень приятно на них смотреть цикломены придают владельцам самостоятельности и снижают чужое влияние обратите внимание с одной стороны большинство приведенных советов не имеют под собой серьезных научных подкреплений с другой стороны почему бы не попробовать вдруг жизнь изменится к лучшему желаю вам приобретать только те растения которые вам по душе растения должны приносить радость а если вам это растение не приносит радость отдайте его тому человеку которому бы очень хотелось иметь это растение видеоблогер Екатерина Сынкова Молдова несколько шуточных а может и правдивых замечаний по поводу наших комнатных цветов всего вам доброго а